Здравствуйте, с вами Наталья Николаевна. Тема нашего урока условия и методы сохранения природной среды. Вы узнаете о методах и условиях сохранения природной среды. И этим уроком мы завершаем изучение главы технологии растеневодства. Дикорастущие растения относятся к возобновляемым природным ресурсам, то есть они могут восстанавливаться, если создавать условия для их воспроизводства. Для того, чтобы восстанавливать запасы дикорастущих растений, нужно знать скорость и условия их восстановления. Запасы плодов дикорастущих растений восстанавливаются ежегодно. Скорость восстановления надземных органов варьируется у разных видов. Например, скошенные луговые злаки могут через полтора-два месяца вырасти снова. Сорванные побеги ландыша отрастают только через год, а срезанные побеги богульника не дают побегов и на следующий год. При заготовке подземных органов растений период восстановления биологического сырья очень длительный, около 10-20 лет. В разных условиях скорость восстановления запасов различна. Чем благоприятнее условия для растений, тем быстрее они восстанавливаются. Таким образом, места обитания с большой урожайностью и скорость восстановления запасов больше. Для рациональной эксплуатации растительных ресурсов необходимо создавать условия их расширенного воспроизводства. Первым условием является время. Растение должно восстанавливать утраченную биомассу до проведения следующих заготовок. Объем ежегодных заготовок сырья определяется отношением между двумя показателями, имеющимися запасами сырья и скоростью восстановления этих запасов после заготовки. Чем быстрее восстанавливаются запасы, тем больше сырья можно заготавливать ежегодно. Второе условие успешного восстановления запасов это сохранность природных сообществ, в которых находится растение. Необходимо строго соблюдать правила заготовки растений. Недопустимы методы, когда при заготовке надземных частей растения выдергивают с корнем, а при сборе плодов обрубают ветви. Для лучшего восстановления дикорастущих растений можно организовать участки природных сообществ с целью их долговременного использования. На таких участках можно вести рациональные заготовки с учетом сроков восстановления запасов и создавать условия для расширенного воспроизводства растений. Повышению продуктивности заготавливаемых дикорастущих растений будут способствовать такие методы, как частичное осветление участков, внесение удобрений, устранение конкуренции других видов. Современные растительные богатства накапливались в течение столетий, поэтому их сохранение необходимое условие существования человечества. Редкие виды растений находятся под государственной охраной. Для их содержания создаются заповедники и национальные парки, в которых проводится тщательное наблюдение за растениями. Заповедник – это охраняемый участок природной территории, на котором представлены редкие виды растений и животных. В таких специальных зонах разрабатываются меры по восстановлению исчезающих природных объектов. Существует и такая форма сохранения природных ресурсов, как заказники. В них содержатся отдельные виды ресурсов, например, лекарственные растения. В заказниках можно устанавливать индивидуальный режим заготовки лекарственного сырья с учетом особенностей восстановления того или иного растения. Давайте с вами подведем итог и итог той главы, которую мы изучили. Мы изучили с вами тему технологии растеневодства. Вы узнали о способах применения дикорастущих растений, об основных группах, используемых человеком этих растений, о правилах сбора, заготовки, хранения и переработки, об условиях произрастания дикорастущих растений, о влиянии экологических факторов на урожайность, об условиях и методах сохранения природной среды. Также вы научились классифицировать дикорастущие растения по группам, способом подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранении и методом переработки сырья дикорастущих растений. Дома. Вы читаете параграф 11.5 и отгадываете 4 ребуса. Ответы присылаете мне на почту или удобным для вас способом. Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим близким.